Есть особый тип произведений в русской литературе, где ускользающее время схвачено, что называется, по горячим следам. Подвергнуты анализу масштабные исторические события, исследовано их влияние на судьбы людей, очерченная роль конкретного человека в формировании общей картины мира. Роман «Эпопея. Русский крест» Александра Лапина – первая масштабная попытка художественного осмысления переломной эпохи конца XX-начала XXI веков. Мы издали все народные эпопеи, которые вы можете назвать. Это и Тихий Дон, и Вечный Зов, и Тень исчезает в полдень, и доктор Живаго. И когда у нас появился Александр Алексеевич Лапин с предложением издать вот такую сагу о поколении 70-х, 80-х, 90-х годов, мы очень хорошо это восприняли. Александр Алексеевич Лапин – писатель, журналист, предприниматель, политик, общественный деятель, член Союза писателей России, автор почти 20 книжных изданий, автор и ведущий телевизионной программы «Русский вопрос». Лауреат премии правительства Российской Федерации в области СМИ. Лауреат международных национальных литературных премий. Создатель крупнейшего в Центральном Черноземье издательского медиахолдинга. Руководитель Воронежского отделения Российского фонда мира. Президент Воронежской областной федерации традиционного карате. Роман эпопеи «Русский крест» – самое известное литературное произведение писателя. Мы считаем, что этот жанр у нас потихоньку стал забываться. Жанр эпопеи, саг. Более 35-40 лет жизнь России подана через призму героев Александра Алексеевича Лапина. «Эта книга описывает переломный момент между двумя историческими эпохами. Момент, который складывался в 80-е годы и разрешение этого конфликта исторического и социального. И вот этот процесс тектонический, сдвига некого социального, рядом с этим и духовного, по-моему, он замечал, намечил и заметил довольно точно». Первые три книги романа эпопеи «Русский крест» – утерянный рай, непуганное поколение, благие пожелания. Охватывают период юности, взросления и становления главных героев. Школьные друзья ищут свою дорогу в жизни. На фоне драматически меняющейся страны проходит период первой любви, первых проб и ошибок. «Эти книги очень автопеографичны. Он писал о том, что сам видел, что сам пережил. Мало здесь что придумано, то, что увидено, то и написано. То есть это правда жизни, как она есть. Поэтому он очевидец как бы событий. Это самое главное». «Я узнавая какие-то картинки, я просто доволен, знакомый мне. Или, скажем, когда он написал в Казахстане поселки, их быт, их состояние. Или, когда он описывает Олимпиаду. Ну, для нас это было величайшее событие. В романе «Русский крест» есть странное такое сочетание о том, что Россия меняется коренным образом. То, что меняются нравы, меняется динамика общества, уклад общества. И очень тонко, и разумно, разнообразно и талантливо автор сумел создать несколько образов вот этих, условно говоря, новых русских. То есть не новых русских, а настоящих русских с вновь какими-то обретенными чертами. Это черты, называется, инициатива, дополнительная человеческая энергия, стремление к успеху. Завершающие три книги романа «Русский крест» – «Вихри перемен», «Волчьи песни», «Время жить» – продолжают историю повзрослевших друзей юности. Описаны атрибуты непростого времени – смены власти, распад страны и становление рыночной экономики. Герои романа борются, приспосабливаются, проигрывают и побеждают. У каждого своя судьба, а вместе – это судьба поколения. Когда выходила первая, вторая книга, было еще не совсем все понятно. Но когда вышла третья, четвертая, пятая, шестая, мы поняли, что люди как бы зацепились за вот эти сюжеты. Тираж общий насчитывает больше 33 тысяч уже экземпляров. Это очень хороший тираж. Я могу вам назвать, очень мало писателей, которые пишут о современности. У нас почему-то, знаете как, у нас уходят кто-то в фантастику, кто в исторические романы. А вот чтобы о сегодняшней жизни писали, это очень же мало. Хотя люди забывают, что вся классика строится на описании современности. Что такое Достоевский с преступлением и наказанием? Это описание просто современной жизни. А у нас это, к сожалению, видимо сложная задача – описывать современность. И таких писателей очень немного, честно вам скажу. Александр Алексеевич делает хороший задел на будущее. Он призывает писателей разрабатывать сегодняшние темы. Лапин пошел по другому пути. Вот Гоголь взял контрасты. У Гоголя добрые души и испорченные души. Лапин одновременно хочет характеры своих героев замешать на бытовой жизни. А вот это такой настоящий, добротный реализм, которому веришь. И говоришь, да, я видел такого человека. Да, вот среди таких людей, которые описывает Лапин, есть люди, похожие на его героев. И я вижу и думаю, что книжка Лапина могла быть основой для очень многих многосерийных фильмов. Но мне что еще нравится у автора – это не боясь пойти на глобальные вопросы мировоззренческого порядка. Ну, например, русский вопрос. Как это затрагивает друг героя? Вдруг он понимает, что вопроса-то нету, никто не ставит. Все думают о других сочетаниях наций. А русские люди этим вроде и не занимали, все работали на державу, насмотрели. Многие из проблем русского народа, русской истории, русской культуры, они не поднимались. Честно говоря, когда я посмотрел на этот строй книг, которые передо мной лежат, я повосхищался бесстрашием. Бесстрашием человека, который решил дать исповедь поколению. Роман «Русский крест» – это своего рода интимный дневник новейшей истории России. Автор Александр Лапин писал его почти 10 лет. Нелегкий, но важный опыт размышлений о судьбе своего народа. Многие читатели находят в книге собственные мысли, свою судьбу. Мы сделали на основе отзывов на этот проект книгу «Дневник поколения». Там более 50, кажется, было авторов, которые рассказали о себе. Мы сейчас начинаем осмысливать этот четверть века, подводим итоги. Как, в какую сторону двинется характер русского человека, никто ответить из нас не может. Это ответит только будущее. Может быть, на это ответят будущие Роман и Лапин. Русский крест, он всю жизнь существует. Вот его все время приходится нести нашему народу. Так что Александру Лапину предстоит еще большая работа. Русский крест продолжается. Он может и продолжаться в новых книгах, которые он будет писать. Это большая работа, которая ему предстоит, и которая не заканчивается перечисленными изданиями. Редактор субтитров А.Семкин